Приветствую вас, Наша. Смотрите, ситуация заключается в том, что вы чувствуете обиду своего молодого человека, вы чувствуете обиду, обида в вас, условно говоря, горит, вот обида в вас, условно говоря, живет и, конечно же, это мешает. Мешает решение принять их выбор, сделать и вести себя с молодым человеком как-то более-менее адекватно, решает, что сделать по большому счету все. Вот. То есть всему виной обида. И по большому счету обида это тот момент, ну, который генерирует определенные ожидания, точнее, определенные ожидания генерируют обиду. И идея заключается в том, чтобы вам, ну, сперва, вот, первоначально поработать, наверное, именно, именно с обидами, вашими обидами. И уже потом, после этого, уже, может быть, можно было бы, что-то и сделать. То есть потом вы, может быть, а, точнее, скорее всего, вы уже решили бы для себя, как вам поступать конкретно. Вот. И что делать тоже конкретно. То есть ситуация здесь, она вот такая. Вы пишете. Не так давно разошлась с молодым человеком из-за его абьюзов, он старше на 18 лет. Смотрите. Если молодой человек старше вас на 18 лет, это довольно, ну, да, такой, да, достаточно серьезный возраст, да, то есть серьезная разница возраста. Вот. И соответственно, ну, на мой взгляд, имеет смысл, имеет смысл, имеет значение посмотреть, почему, почему вы выбрали себе такого мужчину, который вот старше вас на вот, ну, на такое количество лет. Вот. Понимаете, какая штука. То есть вполне возможно, что здесь речь идет, вот именно о взаимоотношении с ССО. Вот. С вашим папой. Речь идет. Вот. Возможно, здесь идет о, ну, возможно, речь идет о определенной комбинации, комбинации. То есть вы вот пытаетесь комбинсировать что-то, какие-то вот противоречия к самой себе, в таком области. Вот. Такой момент. То есть я могу вам сказать. Дальше. Спустя два месяца выпишите. Спустя два месяца начали проводить время вместе. Он изменился, начал готовить и ухаживать без психов и повышение тона. Ну, смотрите. Момент. Здесь, пожалуй, такой. Вот вы пишите, что спустя два месяца начали проводить вместе в это время. Кто мы? А? То есть вот. Кто мы? Кто мы? Вы сами. По-большому. Все туда соглашаетесь. Такой момент. Такой момент. Такой момент. Такой момент. Какая штука. Вдальше. Он изменился, начал готовить и ухаживать без психов и повышения тона. Ну, Ну, соответственно, мой коллега спрашивает, извинились ли вы. Хочу умолять остаться, говорить, что любиться сильно, предлагать приехать обратно, работать, учиться, начаться создать бизнес, и во мне обиды, она перекрыла меня здесь в углу, но предложение выгодное, так как одно из лыжновато. Лыжновато в чём и из-за чего. То есть, ну, нельзя, чтобы вы от человека зависимы были здесь. Ещё родственник, посмотревшись, как я страдала против того, чтобы начать с родственниками, а против того, что мы сошлись. А какого для вас имеет значение мне нерадность? Мне стоит использовать его, как крепкий финансовый фундамент. Вормоны вам не даётся его использовать, но вам одно из-вознавадок. То есть вам это подтворить и нужно разрешить, потому что в отношениях лучше статус независимый. Так я воспитана. Как? Вы воспитаны. Вопрос в том, как поступить, если верочитывать, то он может измениться, но понимая, что чувства могут не вернуться. Понять, что вам хочется. Вам сейчас, на данный момент, хочется, хочется быть, ну, человеком, да? Вот. Сколько хочется от него что-то, ну, от него что-то получать. Вот. А это, ну, немножечко, это немножко не так работало. Вот. Точнее, вообще, вообще, точнее, вообще не работает. Это так. Вот. 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 Такая вот история. В принципе. Такой момент. Я могу вам здесь сказать. Я надеюсь, что помог вам. А, если, ну, если понравился мой ответ, буду благодарен, за его оценку в качестве лучшего. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас. Спасибо.